Сейчас еще тема, которая получила развитие в последние минуты. Экстренная встреча НАТО была созвана сегодня в Брюсселе. Уже есть итоговые заявления, которые на месте выслушал наш корреспондент Дмитрий Сошин. Дмитрий, здравствуйте, ждем от вас подробностей. Виталий, встреча это информационная, как объяснили здесь в Брюсселе, отозначает то, что она была созвана по инициативе Турции на уровне послов стран-участниц НАТО. И по существу на этой встрече представители Турции представили свою версию того, что произошло в воздушном пространстве на границе Турции и Сирии. Встреча длилась примерно полтора часа. По ее итогам генеральный секретарь НАТО сделал крайне осторожное заявление. Давайте его послушаем. НАТО считает необходимым развитие военных механизмов для предотвращения инцидентов между Российской Федерацией и Турцией. Мы призываем к контактам между Москвой и Анкарой в связи с инцидентом с российским самолетом Су-24. Необходимо дальше совместно работать для того, чтобы обеспечить прозрачность и не допустить таких инцидентов в будущем. Турция, как говорили неоднократно уже сегодня в этой программе мои коллеги, это член НАТО. Соответственно, у Альянса есть обязательства по защите и по совместным действиям, если это страна, если Турция ввязывается в военные действия или просит, чтобы ее защитили. Для НАТО решение Турции сбить российский военный самолет, это, безусловно, огромная дипломатическая и военная проблема. Об этом открыто заявляют и в Брюсселе, и в других столицах стран-участниц НАТО. Теперь, после того, как это решение было принято, последствия этого решения, они скажутся не только на Турции, но и на всех остальных участниках Альянса. И в Брюсселе прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что это, судя по всему, первый случай за всю послевоенную историю, а, возможно, вообще первый случай, когда НАТО-вский военный самолет сбивает российскую боевую машину. Примечательно, что американцы в Вашингтоне и в Брюсселе сразу дистанцировались от решения Анкары принять это, сбить российский самолет. Решение о дальнейшем заседании в Брюсселе на уровне НАТО будет продолжаться, и мы будем получать дополнительную информацию. Виталий? Дмитрий Стошин в прямом эфире из Брюсселя.